Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим основы теории производительности. Технологические машины можно классифицировать следующим образом. По функциональному назначению, по виду осуществляемого процесса, по принципу действия и конструктивному исполнению характеру действия, а также по системе и степени автоматизации. В целях проектирования и конструирования мап нам будут интересны классификации по характеру действия системе и степени автоматизации. Технологический поток состоит из различных технологических операций, преобразования исходного сырья в конечный продукт, и процессов транспортирования сырья, полуфабрикатов и готовой продукции между операциями. Собственно, технологические операции выполняют две функции. Обработку объекта, или так называемый технологический процесс, и подачу объекта обработки в рабочую зону, транспортный процесс. Комбинация технологического и транспортного процесса приводит к формированию четырех классов операций. В зависимости от того, к какому классу операций относится та операция, которая выполняется на проектируемом оборудовании, у нас будет по-разному рассчитываться производительность. Производительность — это важный параметр. И обычно производительность выражается в килограммах или кубометрах, в час или в секунду. И когда мы указываем какую-то производительность, нам важно, чтобы единицы измерения были выбраны таким образом, чтобы эту производительность можно было сопоставить с другими параметрами машины. По характеру действия, технологическое оборудование разделяется на три вида. Однопозиции — онные, поточные и комбинированные машины. Если продуктовый поток в поточных машинах прерывается остановками, пульсирует, то такую машину можно назвать прерывисто поточной — ППМ. Когда поток в машине движется непрерывно и равномерно, ее можно назвать непрерывно поточной — НПМ. Рабочие органы машины могут быть. Циклические — ЦРО — совершают движение с возвратом в определенное стартовое положение. Ациклические — АЦРО — совершают равномерно вращательное ротационное движение или являются неподвижными. К ротационным ациклическим рабочим органам относят шнеки, дисковые ножи, мешалки. Их начальное положение указать трудно. К неподвижным ациклическим рабочим органам относятся направляющие ориентирующих устройств, горелки газовых аппаратов, облучатели. Рабочие органы могут быть позиционными и совмещенными с движением обрабатываемых продуктов. На основании вышеупомянутого машины трех видов можно разделить на классы и группы. Класс 0 составляют однопозиционные машины с ациклическим рабочим органам, например, картофельно-очистительная машина. Класс 1 составляют однопозиционные машины с циклическим рабочим органам, например, машина для упаковки фруктов. Класс 2 составляют прерывисто-поточные машины в большинстве своем с циклическими рабочими органами, каждый из которых находится в постоянной позиции, например, фасовочно-упаковочные автоматы. Класс 3 составляют непрерывно-поточные машины, которые могут иметь либо позиционные CROP – рыборазделочные автоматы, либо сопутствующие CROS – котлетоформовочные автоматы. Класс 4 составляют непрерывно-поточные машины с подвижными равномерно вращающимися или ротационными ациклическими рабочими органами. По степени автоматизации технологические машины можно разделить на следующие виды. Простые – машина, с помощью которой человек-оператор совершает заданные технологические операции по программе, которую держит в голове. Например, электропогрузчик. Полуавтоматические или автоматизированные – машина, которая выполняет основные технологические операции согласно заложенной в нее программе без непосредственного участия оператора, в функции которого входят лишь загрузка, разгрузка, контроль и регулирование машины. Например, посудомоечная машина. Автоматические – машина, выполняющая после заправки и включения все рабочие операции по заданной программе без участия оператора. Например, заверточные, разливочные автоматы. Если автомат обладает способностью производить логические операции и сам вырабатывать и осуществлять в соответствии со своим целевым назначением программу действия с учетом переменных условий протекания технологического процесса, то он называется самонастраивающимся или кибернетическим. Система автоматизации машин характеризуется способом управления и способом передачи энергии от двигателя к рабочим органам. По способу управления технологические полуавтоматы и автоматы, не кибернетические, бывают. Первое. С центральным жестким управлением согласно заложенной программе, носителями которой могут быть кулачково-распределительные управляющие валы, команда аппаратой со сменными контактными дисками и другое. Б. Или второе. С путевым гибким управлением, при котором включение в работу и выключение каждого последующего по ходу процесса исполняющего механизма происходит только после успешного срабатывания предыдущего или при определенных положениях обрабатываемого предмета по пути его следования, по внутри машинному маршруту. По способу передачи от электродвигателя к рабочему органу различают механические, гидравлические, пневматические, электрические и комбинированные системы автоматизации. А сейчас перейдем к более подробному рассмотрению основ теории производительности машин. Различают три вида производительности. Действительную – ПД, теоретическую – ПТ и технологическую – ПШТРИХ. Действительная, фактическая производительность машины – ПД определяется реальным количеством кондиционной продукции, которую она выдает в среднем в единицу времени. При условии ее эксплуатации в течение смены или другого периода, включающего различного рода внецикловые потери. Наладку машины, установку и смену инструмента, ремонт механизмов и узлов, заправку машины материалами и тому подобное. Если обозначить ТАО-СМ – длительность смены, ТАО-М – длительность работы машины во время смены, ТП – длительность простоев, АН – количество рабочих циклов, то при выдаче за рабочий цикл одного изделия действительная производительность будет определяться по формуле, представленной на слайде. Теоретическая производительность машины ПТ определяется количеством продукции, которую могла бы выпускать машина в единицу времени при безостановочной, бесперебойной и непрерывной работе. При выдаче G-изделий за рабочий цикл теоретическая производительность определяется по формуле, представленной на слайде. Действительная производительность машины, являясь функцией от теоретической производительности, зависит еще также и от условий эксплуатации машины и условий организации производства. Отношение действительной производительности к теоретической называется коэффициентом использования машины. Этот штрих характеризует относительную величину потерь времени работы машины и является показателем рациональной эксплуатации машины. Технологическая производительность П-штрих определяется тем количеством продукции, которая выпущена машиной, не имеющей внутри цикловых потерь времени, на холостые ходы, предварительные подходы, выстой. К ним относятся машины непрерывно поточного действия. Например, измельчение яблок и получение яблочного пюре на протирочной машине. В таких машинах теоретическая производительность одновременно является и технологической. Таким образом, технологическая производительность предполагает непрерывную и только необходимую обработку продукта за время его пребывания в машине. Например, технологический процесс гомогенизации молока, осуществляемый на плунжерном гомогенизаторе, выполняется циклически, с потерями, на холостые ходы плунжеров. Хотя принципиально его можно осуществить и поточным способом, применив дисковый, центробежный гомогенизатор. Отношение теоретической производительности к технологической называется коэффициентом непрерывности обработки или коэффициентом использования технологической производительности машины. Формулы для расчёта представлены на слайде. Технологический поток состоит из различных технологических операций, преобразований исходного сырья в готовый продукт и процессов транспортирования сырья, полуфабрикатов и готовой продукции между операциями. Собственно, технологические операции выполняют две функции. Обработку объекта – технологический процесс и подачу объекта обработки в рабочую зону – транспортный процесс. Комбинация технологического и транспортного процессов приводит к формированию четырёх классов операций. А в операциях первого класса технологическая обработка массы происходит только после завершения транспортной операции – подачи заготовки в рабочую зону. И наоборот. То есть один процесс прерывается другим. Это операции дискретного действия. На слайде представлены примеры операций первого класса. Штампование изделий слева и дозировочное устройство с вертикальными поршнями справа. Дозировочное устройство является основной частью отливочной машины. Хвостовики поршней 8 вставлены в паз траверсы 4, которая движется в направляющих 3 и закреплённых на пластине 2 корпуса 1 загрузочной воронки. Поршни движутся в цилиндрах, выполненных в общей колодке 7. Уплотнение поршней осуществляется сальниковой набивкой и гайкой 5. Колодка цилиндра вставлена в паз корпуса воронки. В нижней части цилиндра находится золотниковая планка 11, совершающая возвратно-поступательное движение в направлении перпендикулярном плоскости чертежа. В планке имеются каналы 12, соединяющие полость цилиндра с воронкой. Расстояние между каналами равно шагу установки поршней и шагу осей цилиндров. Между каналами в планке просверлены отверстия 9. Когда золотниковая планка займёт положение 11, отверстия 9 соединят полости цилиндра с выходными насадками 10. Канал 12 в планке уйдёт из-под цилиндра и разобщит цилиндр и воронку. При движении поршней вверх масса всасывается из воронки в цилиндр. При движении вниз выдавливается через насадки 10. Число поршней равно числу ячеек 13. В поперечном сечении лотка 14, которые были выдавлены в крахмале штампующим механизмом. Производительность оборудования этого класса операции определяется длительностью T – всего технологического цикла обработки объекта. Цикл состоит из продолжительности технологического и транспортного процессов. Формула для расчёта производительности представлена на слайде. Для повышения производительности оборудования выполняющего операции первого класса необходимо сократить T – технологическое и T – транспортное. Значения длин L – технологическое и L – транспортное полностью определяются свойствами перерабатываемой массы и геометрическими размерами заготовки. Поэтому уменьшение T – технологическое и T – транспортное можно достичь увеличением соответственно скоростей технологических и транспортных операций. Повышение транспортной скорости ограничивается допустимыми значениями ускорения движения исполнительных органов машин, а увеличение технологической скорости – её допустимыми значениями, определяемыми физико-механическими, теплофизическими и биохимическими свойствами перерабатываемого сырья и материалов. Именно это обстоятельство и является основным ограничением производительности машин, реализующих операции первого класса. Таким образом, производительность оборудования реализующего операции первого класса определяется продолжительностью T – технологическое и T – транспортное. Поэтому длительность цикла ТЦ обусловлена технологическими параметрами операции и динамическими возможностями механизма перемещения продукта в зону обработки и из неё. Иными словами, производительность в каждом конкретном потоке для каждой конкретной операции задана однозначно и не может быть выбрана из условий экономической окупаемости производительности. По этой причине на базе операций первого класса не целесообразно компоновать машины и аппараты в современных технологических линиях. При компоновке линий рано или поздно появится противоречие между разными значениями длины технологической и транспортной операции и скорости этих операций. Неодинаковыми окажутся циклы операций ТЦ, и это обусловит различную производительность машин и аппаратов в потоке. Поэтому условия равной производительности, необходимые для объединения различных операций первого класса в единый поток, не выполняется. Одинаковая производительность машин и аппаратов в таких линиях может быть лишь результатом случайного совпадения значений технологических параметров на разных операциях. При более-менее значительном цикле операций вероятность такого совпадения чрезвычайно мала. Таким образом, по своей природе операции первого класса не могут быть основой для создания высокоэффективных технологических линий. Операции второго класса характеризуются совпадением во времени транспортного и технологического процессов. При этом транспортный процесс становится непрерывным, а транспортная и технологическая скорости равны между собой. Производительность P2 оборудования, реализующего операции второго класса, определяется длительностью цикла ТЦ – обработки сырья рабочими органами. Этот цикл равен отношению размера матрицы H к технологической или транспортной скорости. Чтобы увеличить производительность машин, предназначенных для осуществления операций второго класса, необходимо увеличить транспортную скорость. Однако транспортная скорость ограничена и в пределе равна технологической. Поэтому повышение производительности ограничивается допустимыми значениями технологической скорости, которая в свою очередь обусловлена свойствами обрабатываемого сырья. Таким образом, условием одинаковой производительности машин и аппаратов, в которых реализуются только операции второго класса, также является равенство технологических циклов. Это условие может быть обеспечено лишь в частных случаях, поэтому вероятность совпадения значений производительности оборудования в таких линиях крайне мала. Существенным отличием операций второго класса является то, что вследствие совмещения технологического и транспортного процесса во времени, эти процессы не прерывают один другого и могут происходить непрерывно и с постоянной скоростью. Значения скоростей технологического и транспортного процессов не ограничиваются предельными ускорениями деталей транспортирующих механизмов. Производительность операций второго класса ограничивается лишь доступным значением скорости течения технологического процесса. Вследствие чего высокая производительность сопряжена с жестким технологическим скоростным режимом. Но в отличие от операций первого класса, высокая производительность уже совместима с оптимальными динамическими условиями работы механизмов. Это и обеспечивает важное преимущество операций второго класса по сравнению с операциями первого класса – повышение коэффициента использования оборудования. Отличительной особенностью операций третьего класса является независимость технологического и транспортного процессов. В таких операциях обработка объектов осуществляется при их непрерывном транспортировании совместно с рабочими органами через рабочую зону по какой-либо замкнутой траектории. Машины, созданные по этому принципу, получили название роторных. Поскольку транспортный процесс первоначально был реализован как вращательное движение. Цепная штамповочная машина работает следующим образом. Ее схема представлена на слайде слева. Калиброванный корабельный жгут 1 непрерывно поступает из жгута вытягивающей машины в зазоры между верхней 2 и нижней 3 цепями. При сближении их режущие ножи 4 верхней и нижней цепей делят жгут на заготовки, затем их начинают сжимать сближающиеся пуансоны 5 верхней цепи. Внутренние поверхности площадок цепей и рифленые фигурные поверхности пуансонов зажимают заготовку со всех сторон и она приобретает форму и рисунок карамели. После этого цепи и пуансоны разводятся и готовые изделия направляются на охлаждающий конвейер. Производительность машин для операций третьего класса находится аналогично, как и для второго класса. Поскольку скорость транспортирования в операциях третьего класса не ограничивается технологической скоростью, то при создании машин реализующих этот класс операций необходимо учитывать, что повышение производительности теоретически связано только с увеличением транспортной скорости. Однако на практике увеличение производительности таких машин приводит к увеличению длины технологической зоны, что необходимо для сохранения заданной продолжительности технологической обработки объекта. Ранее мы уже говорили о зависимости между физико-механическими свойствами перерабатываемого пищевого сырья и полуфабрикатов и особенностями организации процесса их обработки. Здесь я скажу очень коротко об этом. Так, при обработке тестовых заготовок, например, для печеньев с нанесенным рисунком важную роль играет релаксация текста. А именно время, которое необходимо удерживать пуансон с рисунком на поверхности заготовки. Если это время короче времени релаксации, то рисунок будет непрочным, он будет расплываться или не останется вовсе. Поэтому важно удерживать пуансон с рисунком на поверхности печенья и заготовки для печеньев более времени релаксации. Тогда этот рисунок закрепится и после выпечки сохранится. Однако возвращаемся обратно к обсуждению теории производительности. В операциях третьего класса, имеющих важное значение при организации автоматических линий, также важен характер соотношения между производительностью, динамическим режимом работы машин и технологическим режимом процесса. Если в операциях первого класса высокая производительность несовместима с оптимальными технологическими и техническими режимами, а в операциях второго класса с оптимальными технологическими режимами, то в операциях третьего класса можно достичь высокой производительности. Не только без использования больших ускорений в элементах привода, но и без использования больших скоростей технологического процесса. Как бы не была велика заданная производительность, она может быть достигнута в машинах с операциями третьего класса в результате увеличения скорости транспортного процесса при сохранении любой достаточно малой или достаточно большой оптимальной скорости технологического процесса. Таким образом, возможности операции третьего класса с точки зрения производительности машин не ограничиваются ни свойствами обрабатываемого сырья и полуфабрикатов, ни динамика привода и рабочих органов машин. Именно это и позволяет сделать вывод о том, что производительность машин, осуществляющих операции третьего класса, определяется только скоростью транспортирования. Использование операций третьего класса в автоматических линиях перспективно, поскольку при высокой производительности могут быть сохранены оптимальные технологические и динамические режимы, обеспечивающие технологическую и конструктивную надежность при стабильном качестве продукции, минимуме простоев оборудования и максимальном коэффициенте использования машин и аппаратов в технологической линии. Для операций четвертого класса также характерна независимость скорости транспортного процесса от технологической скорости. В операциях четвертого класса заготовки обрабатываются при транспортировании через рабочую зону. Здесь понятие рабочий орган теряет смысл и заменяется понятием рабочая зона, который и осуществляет технологическое воздействие. Более строго машины этого класса операций следует называть аппаратами. Производительность оборудования для операций четвертого класса определяется длительностью цикла Т4, выхода одного объекта и количеством объектов в сечении потока. Повышение производительности оборудования для четвертого класса операции может быть достигнуто как увеличением транспортной скорости при соответствующем удлинении рабочей зоны, так и при увеличении количества объектов по ширине поперечного сечения потока. То есть, можно создавать оборудование практически любой производительности. Таким образом, только операции третьего и четвертого классов обеспечивают оптимальные условия объединения машин и автоматические системы машин и в общем случае могут быть инженерной основой для создания высокоэффективных технологических потоков. Операции четвертого класса в наибольшей степени соответствуют требованиям высшей формы автоматизации и непрерывности потока, то есть наиболее близки к идеальным. Однако далеко не все технологические превращения исходного сырья предприятий агропромышленного комплекса возможно осуществить в операциях четвертого и даже третьего класса. Это касается формообразования, ориентирования, дозирования и других процессов. В то же время теоретически многие технологические процессы вполне можно реализовать в операциях третьего класса. Машины для операции третьего класса могут быть выполнены по двум конструктивным схемам – роторной и роторно-конвейерной. По роторной схеме рабочие органы закрепляются на жестких роторах, которые сообщают им необходимые транспортные перемещения. По роторно-конвейерной схеме рабочие органы монтируют на гибких, замкнутых системах – конвейерах. Целесообразно уже на первых этапах проектирования и разработки технологий предусматривать их реализацию в операциях третьего и четвертого классов, то есть разрабатывать роторные технологии или части технологий, которые могут быть названы роторными. Признаками роторных технологий и роторных потоков должны быть несложные структуры – малооперационность, стабильность свойств сырья и полуфабрикатов, а также параметров окружающей среды, относительная простота рецептуры и формы изделия. Роторная технология и роторный поток не содержат по своей природе противоречия, присущие остальным технологиям и потокам. Производительность против качества. Это технологическое противоречие раскрывается следующим образом. Рост производительности снижает качество готовой продукции и наоборот. Именно в этом заключается препятствие к повышению производительности линий, содержащих в основном операции первого и второго класса. Мы рассмотрели основы теории производительности. Из этой лекции вы узнали, каким образом классификация по характеру действия в системе и степени автоматизации влияет на производственный процесс, протекающий в машинах и аппаратах пищевого производства. Вы узнали о том, что существует 4 класса процессов и 4 класса машин и аппаратов. При проектировании и конструировании нового оборудования для пищевого производства рекомендуется придерживаться того, что конструировать машины 3-го или 4-го класса, в которых происходит совмещение технологической и транспортной операции. Кроме лекций по проектированию и конструированию машин и аппаратов пищевых производств, на этом канале вы найдете лекции, посвященные машинам аппаратурным схемам линий производства пищевой продукции, а также разбору конструкций, принципов действия и технических характеристик оборудования пищевого производства. На некоторые из этих видео вы можете перейти по ссылкам в описании. Другие видео доступны на канале на вкладке видео и в плейлисте машины и аппараты пищевых производств. Если вам интересна эта тема, то подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик уведомления, в колокольчике уведомления все уведомления. А я благодарю вас за внимание, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.